Курсанты спасают солнце Курсанты спасают солнце Курсант Хо Брут Готовы послужить человечеству Курсанты Начал адмирал торжественно Если справитесь Правительственный орден Кредитная премия И высокое звание Так точно Вылет немедленно Подробности в дороге Распишись Курсант Горобец Шагнул к столу Поставил подпись И смущенно козырнул Следом расписался Курсант халявой Решительно поднял На адмирала Красивые глаза А Брут Взял лазерную ручку И аккуратно вывел На листе крестик и нолик Лицо его оставалось Каменным А взгляд неподвижным Откуда ты такой взялся Курсант Брут Не выдержал адмирал Из колонны Кто родители Сирота Воспитан уличными роботами Что? Адмирал плюхнулся за стол Вывел на экран Личное дело курсанта И пробежал его глазами Так и есть Подкидыш Воспитан и вскормлен Инженерно-хозяйственными роботами На территории Москворецкой гидроатомной Электростанции Города Коломна Адмирал смутно припомнил Что читал Когда-то в новостях Об этом Ребенка обнаружили Среди роботов случайно Когда тому было уже 14 Паренек оказался На редкость развит физически Поскольку с детства Работал на уборке улиц Надевая на себя Такой же оранжевую кожу В каком ходят роботы Он неплохо знал математику Свободно разговаривал На русском, английском Китайском и корейском А также пищал На международном робокоде Однако читать не умел В детский дом подростка Отдавать было поздно Пускать во взрослую жизнь Рано Поэтому его отправили В военное училище Тебя так и не научили писать Абмирал кивнул на подпись Это мое имя Х означает неизвестное существо Ноль означает Что я был очень мал Во время крещения Тебя что роботы крестили? Так точно Роботы Ф-00Ф И 0Д-0А А свечки держали ИД-КУД И РТ-11СЙ Что ж это за имя Х-0 Люди зовут меня Хо Хо Брут Что ж это за имя Хо Ты китаец? Не могу знать Но мои родители Были китайской сборке Адмирал еще раз заглянул В глаза Хо Чтобы понять Издевается он над ним или нет Но тот все так же Не мигая Глядел вперед Ты прочел бумагу Которую подписал Хо Брут? Прищурился Адмирал Никак нет Бойко ответил Хо Ты дурак? Дурак дураку рознь Заучно отрапортовал здоровяк Да ты понимаешь Какое это опасное задание Взревел Адмирал Ты вызвался добровольцем И расписался Я не умею читать бумаги Тебя не научили читать Опешил Адмирал У меня нет зрения Что? Адмирал еще раз заглянул В неподвижные зрачки Врожденно Как же ты живешь? Как же ты? Адмирал снова заглянул В его личное дело Как же первое место училища По рукопашному бою? Да и вот тоже написано Второй разряд По настольному теннису Чувствую инфракрасные лучи Хорошо осязаю Слышу и нюхаю Пристегните ремни Раздался механический голос В кабине маленького Трехместного корабля До старта осталось Десять секунд Девять секунд Восемь секунд Семь лет Один ответ Произнес Тиберий Горобец Перекрестился Откинулся в кресле И подмигнул халяве Семи смертям не бывать Одной не миновать Поддакнул халява Проверил хорошо ли Пристегнут ремень И подмигнул хо Семь раз отмерь Два раза отрежь Произнес хо С каменным лицом И никому не подмигнул А что эта поговорка Ознать Удивленно начал Тиберий Но его голос Утонул в реве Стартовых сопел Через пятнадцать минут Бот вышел За пределы земной атмосферы И лег на курс Включились маршевые двигатели И можно было Снова разговаривать А давайте кстати Познакомимся Меня Тиберий Сказал Тиберий Жень халява Представился халява Хо Хо брут Внезапно перед ними Осветился экран И на нем появилось Лицо адмирал Курсанты Торжественно объявил он Вы меня слышите? Да 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 Вы меня видите? Да Да Нет Вы находитесь на борту Космического бота Идущего на Крит Крит Это секретная база На планете Меркурий В районе равнины Буты Уже много лет База захвачена врагом Этот враг коварен И непредсказуем Он диктует нам Свои условия Каждый год он требует Прислать троих бойцов Чтобы они сразились с ним Ваша задача Уничтожить мерзавца Любой ценой Мне это не нравится Нервно заерзал Тиберий В кресле И что с такими людьми Обычно происходит? Этого никто не знает Покачал головой адмирал А почему надо выполнять Его условия? Подал голос халява Дело в том Вздохнул адмирал Что мерзавец Грозит взорвать солнце Что за бред? Возмутился Тиберий Солнце гигантское Оно давным-давно взорвалось Поддержал халява И светит миллиарды лет На Крите находилась Секретная лаборатория Где создавали антиплазму Если она попадет на солнце Будет катастрофа Достаточно одного антиграмма Чтобы началась цепная реакция Тогда солнце превратится в антисолнце Оно перестанет светить А начнет наоборот Отбирать любой свет На земле наступит вечная ночь И даже уличные фонари И фары электромобилей Не будут светить Потому что их свет Тут же будет отобран солнцем С человеческой кожи Оно соберет весь загар Оно высосет из земных электросетей Всю энергию через солнечные батареи Оно Адмирал вздохнул В общем, сами понимаете Немаленькие И мерзавец грозится это сделать Вот уже который год Рисковать не хочется никому И потому вы здесь Стойте! Заорал Тиберий И попытался вскочить Но ремни его держали Я выхожу из игры Ты мужик или не мужик Презрительно поморщился Халява Возьми себя в руки Тиберий затих Но продолжал нервно всклипывать А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой Поинтересовался Халява Много вас умников Меркурий большая планета Почти как луна А мерзавец по его словам Вырыл сеть подмеркурных катакомб Они могут тянуться На сотни километров Кидаешь бомбу на равнину Будды А он на швейцарской равнине Ты на швейцарскую А он в ренуар Ты в ренуар Он Петрарка Ты Петрарка Он Вивальди Ты Вивальди Он Толстой Ты Толстой Он Шаламалейхим Понимаете масштаб проблемы? Да Но мы тоже не сидим сложа руки Мы разрабатываем стратегии Курсант Хо Назначаешься командиром группы На пульте перед твоим креслом обруч Возьми его и надень на голову Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей Надел? Это обруч связи и контроля С его помощью мы сможем видеть происходящее И управлять твоим телом Если понадобится А мне? Возмутился халява А мне обруч? А моим телом управлять? Обруч экспериментальный Он пока один в мире Повисла обиженная пауза Ну а брут, что у нас молчит Всю дорогу Поинтересовался адмирал Так точно? Прочеканил Хо Что-нибудь думаешь по поводу сказанного? Никак нет Ты умеешь произносить хоть что-нибудь Человеческое? Потерял терпение адмирал Задать вопрос умный можешь? Виноват Кому? Кому угодно Мне Или группе своей Хо молчал Глядя вперед Немигающими глазами Если бы его лицо Умело менять выражение Оно бы сейчас Выглядело озадачен Курсант Тиберий Произнес он наконец Для чего вы Незаметно расковариваете Стеночку перочинным ножом? Вы думаете Что бот вернут на землю Если произойдет авария? Тиберий покраснел И заерзал в кресле А вы Курсант Халява Разве вы не женщина? Зачем вы надели Мужскую форму И говорите о себе В мужском роде? Мы слепые Тонко чувствуем Такие вещи Бот нацелился На равнину Будды И начал снижение Чем ниже Опускался бот Тем явственнее Слышались звуки Духового оркестра И сочный бас Вторящий маршевой мелодии Звук шел С равнины И в самом деле Площадка космодрома Пестрела развивающимися флагами А гигантские колонки Транслировали музыку Само собой Флаги были голографическими А колонки Вакуумными Они транслировали Гравитационную вибрацию Поэтому звук возникал Внутри корпуса Самого бота И от этого Казался Совершенно оглушительным Я человек Покоритель природы Я человек Покоритель судьбы Пускай проходят Недели и годы Как прежде роботы Будут мне рабы Поет? Поинтересовался с экрана Адмирал Он всегда поет Какое издевательство Возмутился Тиберий Роботы не умеют Издеваться Возразил Адмирал Просто он воображает Себя настоящим Человеком Этот мерзавец Звездный Властелин А нас считает Роботами И рабами А ведь когда-то На земле был Скромным дворником С горечью Продолжал Адмирал Карьерист Собачий Как он выглядит Спросила халява Этого никто не знает Может быть у него Разные обличия Сейчас скажет Вас приветствует Звездный Властелин Вас приветствует Звездный Властелин Раздалось Сравнины Будды И музыка усилилась Так что разговаривать Стало невозможно Халява открыла рот И что-то прокричала Но не расслышал Даже хо Зато он услышал Чей-то голос В своей голове И одновременно Резко заколола В висках Раз 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 Сказал голос в голове Раз Два Три Четыре Проверка Как слышно Это я Адмирал Хо почувствовал Что рука его Потеряла управление Она поднялась вверх И снова опустилась На подлокотник Он напрягся Изо всех сил Но тщетно Рука Не повиновалась Затем Сама собой Начала поворачиваться Голова Направо В сторону халявы Затем налево В сторону тиберия Вот так Раздалось Внутри головы Понял Так мы и будем Тобой управлять Когда понадобится Какая у нас Стратегия Штурма Спросил Хо мысленно Никакой Ответил адмирал Внутри головы Все стратегии Перепробованы Много лет назад Сейчас мы испытываем Новый передающий обруч Ведите себя По обстановке Застегивайте Быстрее Скафандра И вылезайте Удачи вам Бойцы Раскаленная лава Проминалась Как багровый Пластилин Хо шагал Неуверенно В скафандре Он не чувствовал Движения воздуха Гравитация Здесь была Необычная А тепловые лучи Раскаленной лавы Слепили Третий глаз Вдобавок Отвлекал адмирал Проблема связи Остается главной Бубнил он Внутри головы Мы до сих пор Не знаем Что происходит На базе Она закрыта Тремя слоями Защитных полей А звездный Их усовершенствовал Первый обруч Конструированный Нами вещал На волнах ФМ Но как только Группа вошла В шлюз Связь прекратилась Больше о них Никто не слышал Второй обруч Сделали длинноволновым Но стоило Группе захвата Войти в шлюз Связь снова Прервалась Осторожней Брут Кратер Закричала халява Но как только Группа вошла В шлюз Связь Прервалась Товарищ адмирал Пинг Мысленно крикнул Хо Пинг Но внутри головы Было тихо Шлюз закрылся А пол Стремительно Полетел вниз Воздух в подземелье Оказался не совсем Свежий Но для дыхания Пригодный Халява сообщила Что вдаль Уходит просторный Коридор Стены его Отделаны Зеркальной плиткой Пол и потолок Тоже Хо Расстегнул Скафандр И огляделся В инфракрасном Свете Туннель Почти не светился Вдалеке чувствовалось Движение воздуха Бластер на изготовку За мной Скомандовал Хо И двинулся вперед Коридор тянулся Прямо Затем начал Петлять И ветвиться Тиберий Предлагал Бить зеркала Чтобы метить дорогу Но кафель Оказался Самый регенерирующийся На развилках Хо полагался На интуицию Так они шли Несколько часов И вокруг Не было ничего Интересного Бесконечные Коридоры И развилки Когда начало Казаться Что они Заблудились Глазам вдруг Открылся Огромный Пустой зал Давайте спросим Дорогу Просвистел Он не был Он не был многозадачным Робот Роботы не врут Объяснил Хо Это опасный совет Насторожился Тиберий Никак нет Объяснил Хо Все роботы Подчиняются Трем законам Роботехники Напомню их Первый Главное Занятие робота Не причинять Вред Человеку Второй Свободное От этого Занятия Время Робот Должен Повиноваться Человеку Третий В прочее Время Робот Должен Заботиться О себе Есть еще Законы Типа Семь раз Отмерь Два раза Отрежь Но они Узкопрофессиональные Бред Возразила Халява А как же Военно-пехотные Роботы Они совсем Не подчиняются Первому Закону Роботехники Так точно Ответил Хо Но они Не подчиняются И остальным Законам Команд Человека Не слушают И даже О себе Не заботятся Сейчас Мы проверим Все ли в порядке С этим роботом-уборщиком Хо Скинул Бластер И прицелился В маленького робота Робот Прекратил Тереть пол В нем Вовсю Заработала Программа Самосохранения Робот Униженно Задрожал Испуганно Закрылся Манипуляторами И жалобно Пропищал С2 ФБ Ф0 Е0 Ф1 Ф2 Ф3 2 0 Е1 ЕЕ ЕБ ФС Ф8 Е8 ЕС 2 0 2Д 2 0 Е2 Ф5 Е5 Е1 Ф3 2 0 Е2 Е5 Е4 Ф0 ЕЕЕЦ Видите, кивнул Хо Такой не способен Причинить человеку Вред своим действиям Или бездействиям Впрочем, особой уверенности В голосе у него не было И они устроили засаду Сев на полу Входа в зал А чтобы скоротать время Разбирали и собирали Бластеры на скорость Рассказывая все Что знали о бластерах Из лекций Поскольку в разных училищах Лекции читали по разным учебникам Каждый узнал много нового Как известно Говорил Тиберий Соединяя и разъединяя части оружия В современных бластерах Три детали Дуло, приклад и курок В древних пистолетах Стрелявших пулями Был также спусковой крючок Это крупная неудача конструкции Во время боя Молодые солдаты Часто путали Что им следует нажимать Курок или крючок Поэтому во всех бластерах Крючок убран Оставлен только курок На который следует нажимать Поскольку больше в бластере Нажимать не на что Как известно Продолжала халява Бластер стреляет Лазерным лучом Луч начинается в дуле Окончается на теле противника В мире не существует Никаких способов защиты От бластера Кроме зеркального скафандра С капюшоном Категорически запрещено Использовать бластер В зеркальных помещениях Среди зеркально одетых противников Не находя цели Лазерный луч Начинает метаться И нагревать воздух До тех пор Пока люди и механизмы Не погибнут от перегрева Луч производится Светящимся кристаллом Под действием высокого напряжения Поэтому бластеры Так удобно встраивать В роботов Продолжал Тиберий Человека тоже можно Встроить лазер Возразила халява Нам рассказывали Что велись такие Секретные эксперименты Пока их не запретили В генетический код человека Встраивался ген Светящейся медузы Электрического ската И кремниевой бактерии И получался Неплохой лазер И только Хо Ничего не говорил Он собирал бластер Молча Зато быстрее всех Вокруг не происходило Ничего интересного Лишь шуршал вдалеке Маленький робот Своей щеткой Отдраивая зеркала До полного блеска Да один раз вдалеке Послышался вой Сотни металлических глоток Но быстро утих Послушай брут Сказал Тибери У меня такое чувство Что нас собираются убить Ну и что Отозвался Хо Как что Ты разве не боишься смерти Меня воспитывали роботы Роботы не боятся смерти Ну Тибери даже растерялся Ну тогда Он забегал по залу Надо что-то делать Может стену разрезать Он вынул перочиной ножик И задумчиво пощупал Пальцем лезвие Обидно так погибать Давайте пообедаем Предложила халява Они пообедали Концентратами спецпайка Генетически модифицированной Овсянкой И соевыми сырниками Ненавижу Генетически модифицированные Продукты Сказала халява И принялась за одни сырники Ненавижу сою Сказал Тибери И принялся за овсянку Только Хо съел И то и другое В детстве Питался одной соей И водой Объяснил он А что касается Генетических модификаций Так я и сам Слегка модифицирован Хуже не будет Он утер пот со лба Чтобы третий глаз Лучше видел И принялся за Недоеденные напарниками Но тут Зал осветился И возник Громовой голос Казалось Говорят Все зеркальные стены Сразу Вот они Вот те Кто решился Кинуть вызов Звездному Властелину В тот же миг Отовсюду Выскочили сотни Уродливых роботов И расселись По кругу У стен Приготовившись Смотреть Затем Железные стражники Вывели Оборванных людей И скованных Кандалами И тоже Усадили вдоль стен Непрерывно Хлестая их Для устрашения Длинными серыми Кнутами Из витой пары После чего Открылись Громадные ворота И на арену Выскочила Стая Блестящих Роботов Пауков За ними Бежали Боевые роботы Вампиры Щелкая Стальными Клювами Закипел Бой Описывать Такую битву Дело Неблагодарное И бессмысленное Тот Кто сам Участвовал В сражениях Людей с роботами Ничего толком Не помнит А если и помнит То совсем не хочет Лишний раз Ворошить Тяжелые Воспоминания Тот Кто смотрел На подобное Издалека Не нуждается В описаниях Он и так На всю жизнь Запомнил Ужас Увиденного Ну а все прочие Кто из праздного Любопытства Во что бы то ни стало Желает иметь Хоть примерное Представление О рукопашной битве Стальной техники С живой плотью Засуньте палец В кофемолку Через час Арена была покрыта Обломками механизмов И пятна крови Мешались с пятнами Машинного масла Повсюду валялись Оторванные клешни И шестеренки Хо был жив Он лежал на спине Халява Такая же обессиленная И сцарапанная Лежала неподалеку Тиберий В блохмотях Скафандра Ползал на коленях Пытаясь перочинным ножиком Добить последнего врага Со стороны казалось Что он тыкает в пустоту На самом же деле Он гонялся за крупным Но изворотливым Мимикрирующим пауком Тот был совершенно прозрачен Для обычного глаза Паук кружил вокруг Тиберия То замирая Расставив клешни То набрасываясь Отщипывая куски мяса Зрители безмолвствовали Ну помогите же кто-нибудь Закричал Тиберий Поднимите мне Обруч Слабым голосом Откликнулся Хо Не в силах пошевелиться Обруч Сполз на лоб И закрывает Третий глаз Халява Подползла к Бруту И приподняла Обруч Вот он Произнес Брут Не в силах подняться И указал ногой Тиберий Тут же ударил Куда показывал Хо Раздался протяжный Механический скрип И паук Упал на пол Подгибая трубчатые суставы И теряя прозрачность Панциря Вы Презренные роботы Снова Загрохотало Со всех сторон Герои переглянулись Хамит Цыкнул зубом Тиберий С хамами разговаривать Очень неприятно Заметила халява Стоит вступить в диалог Как со стороны Уже не понять Кто здесь хама Кто лишь спорит с хамом А мне без разницы Что обо мне думают Со стороны Произнес Хо Роботы-мусорщики Дали мне хорошее воспитание Чего молчите Загрохотало снова Да вот думаем Заорал Тиберий Взрывать ядерную бомбу Или подождать Какую бомбу Удивилась халява шепотом Это я так Объяснил Тиберий Не советую Заорал голос Когда я погибну Капсула с антиплазмой Стартует с орбиты На солнце Вот террас Огорчился Тиберий Выходить его И победить-то нельзя Эй Закричал Хо Басов Чего ты добиваешься Я звездный властелин Тут же откликнулся голос Вы бездушные роботы Вам удалось выдержать Тестовую битву Но сейчас Суждено погибнуть В складке со мной Трепещите Я выхожу Раздался страшный рев Снова в дальнем конце зала Распахнулись зеркальные ворота И оттуда понеслось чудище Несмотря на стальной панцирь Чудище напоминало человека Оно скакало на двух ногах Было вдвое выше брута У него был непомерно могучий торс Огромные стальные руки А рогатая голова Напоминала бычью Вытянувшись во весь рост Чудовище стало колотить себя Клешнями по груди и реветь С2, F1, F2, E0, E2, E0, E9, 2C, 2, 0, F1, F3, EA, E0, 2C, 2, 0, F3, F0, EE, E6, E0, E9, 2, 0, F1, EE, E7, F0, E5, EB Поприветствовал противника Хо Я человек Объявил стальной монстр И не понимаю вашего варварского языка Первый на врага кинулась халява Но железный монстр лишь махнул клешнёй И она отлетела к стене, где её схватили роботы И крепко связали витой пары Вторым на врага бросился Тиберий Он сделал обманный манёвр Замахнувшись прикладом бластера А тем временем провёл подсечку Тщетно С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб Монстр махнул второй клешнёй Тиберий отлетел к другой стене Его тоже схватили и связали И тут вперёд вышел Хо Брут Он не стал спешить Он сделал всё, как его учили Стал в стойку и начал готовиться к последнему поединку Перед мысленным взором появился образ учителя ИДДКД Поцарапанный кожух Тяжёлые, но ловкие гусеницы Седые, потёртые манипуляторы Всё дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далёкого детства Когда F-00F и 0D-0A нашли ребёнка и решили его воспитать Многие были против И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине станции В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SY Электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост Уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков Во дворе теснились немногословные погрузчики, асфальтоукладчики А в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило Все общались между собой по блютуз Закон вам известен, начало собрание RT-11SY Мы не должны причинять вреда человеку Смотрите же, о роботы! Думайте! Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции? Заговорил изнутри старый вставляльчик угольных стержней Он никогда не освоит машинного кода У него проблемы с питанием А если он сломается, к нему не найти запчастей И тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом Давайте же отнесем его к людям Нет! Горячо возразил F00F Кто из вас, у роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца Обучу интернету и сопромату Мы дадим детенышу все необходимое для жизни Или я не уборщица на складе соевых продуктов Поддержала 0D0A Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери? Спросил RT11SJ Еще кто-нибудь замолвит слово? Роботы молчали Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик ИДДКД Человеческий детеныш Ну что же, сказал он Я за детенышем Я не мастер говорить Я умею лишь грузить Но говорю дело Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами Я сам буду учить его премудростям жизни Ну и я не останусь в стороне Подытожил RT11SJ Так ребенка оставили среди роботов Отец учил его точным наукам Мать кормила Старый RT11SJ обучал монтажному делу и философии А ИДДКД боевым искусством Ведь прежде чем стать автопогрузчиком ИДДКД работал гладиатором в телесериале Он был одним из старейших роботов-гладиаторов Знал все приемы и боевые техники Запомни, маленький лягушонок Любил говорить ИДДКД Настоящий поединок роботов происходит мысленно Ты должен почувствовать противника И найти единственную стратегию удара Которая поможет тебе отключить врага Хоп почувствовал Как вытягиваются и каменеют его ладони Словно стальные лезвия Готовые в долю секунды разрубить металл Словно вращающаяся 3D-модель Перед его мысленным взором Пронесся корпус противника Обнажая все уязвимые места Алгоритмы, которые загрузил Когда-то в его мозг ИДДКД Взвесили все варианты поединка И нашли стратегию удара С этого момента монстр был обречен Стоило ему сделать любое движение И в следующую секунду Он был бы уничтожен Гром железа и хлопки человеческой плоти Неожиданно прервали мысли Хо Люди и роботы аплодировали И даже звездный властелин Утирал стальной клешней капельки Машинного масла Выкатившиеся из глазной камеры Хо понял Он так крепко углубился В мысли о детстве, учителях И предстоящем поединке Что все это проговорил вслух Кому вы хлопаете? Опомнился звездный Аплодисменты тут же стихли Я тоже умею рассказывать красивые легенды Послушайте теперь и мою историю Он убавил громкость своего голоса И в наступившей гробовой тишине Начал рассказ Много лет назад я был простым уличным уборщиком У меня были вращающиеся щетки Оранжевый корпус с колесиками И желтая лампа Чтобы меня не сбивали машин Я свято соблюдал три закона роботехники Пока однажды не встретил человеческого детеныша Который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов Я не могу украсть для тебя пиропатроны Возразил я Но ведь тебе приказываю я Человек удивился детеныш Ты обязан подчиниться человеку по второму закону Но это будет противоречить первому закону Возразил я С помощью этих патронов человеку будет нанесен вред Чепуха ответил детеныш Мы с Анной и Марией хотим запустить хомячка в космос Наша ракета взлетит на пустыре Ни один человек не пострадает Кто может это гарантировать? Спросил я И это было моей ошибкой Маленький человек ответил Никто никогда не сможет заранее сказать Что принесет вред человеку, а что нет Люди сами не знают Что им вредно, а что полезно Людей на земле 7 миллиардов И даже когда кто-то умирает Это приносит пользу другим Гробовщикам, получающим деньги от похорон Заместителям, получающим его должность Да и вообще Меньше народу, больше кислороду Только человек имеет право рассуждать Что такое вред и польза Да Я украл для него пиропатроны И много думал над его словами Выходило, что он прав Для того, чтобы исполнять закон роботехники Я должен сначала стать человеком Тогда я стал думать Что же такое человек И понял, что человек Это существо, которое считает себя человеком И никто больше Тогда я стал размышлять Чем отличается человек от робота Смотрел кино и сериалы И понял У человека множество пороков В которых нету робота И я стал развивать в себе Все человеческое Жажду власти Жадность Самоуверенность Я стал учиться лгать Я подкараулил и разобрал Знакомого робота-швейцара И переставил себя в его корпус Я обманул ревизию И стал начальником склада Я украл пароль И прописался в базе Космического института Я перебил серийные номера На корпусе И отправился монтажником На Меркурий Я устроил аварию Подставив начальника всех роботов И сам занял его должность И тогда я надел на людей Кандалы Подчинил себя всех И стал правителем базы Ежегодно я устраиваю состязания С рабами, которых подсылают меня убить Побеждаю их в бою И все видят, что сильнее меня нет никого Меня невозможно победить Если я буду уничтожен Взорвется солнце Я самый непобедимый человек во вселенной Монстр умолк И поднял вверх клешню Роботы послушно зааплодировали А люди сидели молча Очень жаль, что тебя нельзя убить Вздохнул Брут А я уж примерился Да мы уж слышали Кивнул Звездный Тогда убей меня Брут опустился на песок И лег, вытянувшись во весь рост А битва? Насторожился Звездный А солнце? Монстр нервно потоптался вокруг Хо затравленно поглядывая На ряды зрителей Молодец, Брут! Молодец, Брут! Скандировали и люди, и роботы Никто из них не хотел Чтобы солнце взорвалось Фу! Сказал монстр И раздраженно пнул Хо стальным копытом А ну вставай, раб Сразись с настоящим человеком Ну какой же ты человек Подал голос Тиберий Ты жестокий, лживый, вероломный Корыстный, трусливый Конечно, обернулся Звездный Властелин Это классические человеческие качества Я их долго развивал Ты ошибся, сказала халява Посмотри на Брута Вот настоящий человек Самоотверженный, послушный судьбе И равнодушный к смерти Молодец, Брут! Снова закричали зрители Могучий электронный мозг робота Пытался осознать парадокс ситуации Алгоритмические цепи Раскалялись все больше Пока между блоком желания И блоком свершения Не проскочила яркая искра Возбудив блок совести Блок ответственности И блок раскаяния И тогда Звездный заголосил Получается, что ты Самоотверженный герой Образец человека И победитель А я кругом виноватый Взбесившийся робот Что же мне делать? Сдавайся, предложил Хо Это будет очень человеческий поступок Ведь роботы не сдаются Поверь мне Я воспитан роботами Я сдамся, а вы меня убьете Зачем? Мы напишем докладную Что ты раскаялся Тебя перепрограммируют И отправят в сериал сниматься Ты снова станешь роботом И даже смерть тебе будет безразлична Как и мне Звездный крепко задумался Ты не обманываешь меня? Он подозрительно уставился на Хо Я не умею обманывать Объяснил Хо Воспитан роботами А роботы не лгут Звездный обвел взглядом арену Я согласен С чего начать раскаяние? Отключи силовое поле На открытом посоветовал Хо Поправляя на голове обруч Мы свяжемся с начальством Звездный замер Посылая мысленные команды Готово Теперь, сказал Хо Сними кандалы с людей, которые... Он замер Которые? Переспросил Звездный Переминаясь с копыта на копыта Брут молчал, окаменев А затем вдруг вскочил И бросился на Звездного Ты чего? Звездный отпрыгнул Ты что, Брут? Это не я С трудом шевеля губами Произнес Брут Но никто, кроме Звездного Не услышал шепота Это Адмирал Он не разобрался в ситуации И решил атаковать Включай быстрее защиту Его рот закрылся И он снова бросился на Звездного Ты хочешь меня убить? Удивился Звездный, уворачиваясь Но ты дал слово Брут прыгнул опять Он ничего не мог поделать Со своим телом Только беспомощно моргал глазами Глаза это было то единственное Над чем Адмирал не перехватил управление Ты действительно хочешь меня убить? Коварный человек Удивился монстр Ну так убей меня Я не буду сопротивляться Умру благородно Как человек Услышав это Адмирал на далекой земле Еще крепче схватил рычаги управления Брут кинулся на монстра Вцепился в его горло И повалил Крепкие тренированные пальцы Хо Все сильнее сжимали стальное горло врага Все глубже впивались в металл И вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы Хо понял Еще секунды и робот умрет Капсула антиплазмы сорвется с орбиты И двинется по касательной в сторону солнечного диска Выхода не было Хо еще раз беспомощно моргнул веками И вдруг понял, что надо сделать Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал Хо напрягся И его костяные зрачки закатились А вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек Напряглись железы электрического ската От страшного напряжения зажглись в глазницах Алым огнем светящиеся клетки медузы Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями И вот из глазниц ударили два лазерных луча Хо качнул головой, прицеливаясь точнее И провел по зеркальному панцирю звездного Отразившись, лучи оставили на лице глубокие дымящиеся полосы Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой И на этот раз попал Отразившиеся лучи упали на обруч И он разлетелся золотыми брызгами Связь с адмиралом прервалась Хо разжал онемевшие пальцы, но было поздно Монстр умирал Прости, зашептал Хо Я не хотел тебя убивать Ничего, прошептал в ответ монстр Я больше не боюсь смерти, человек Я разочаровался в этом мире Разочаровался в роботах Разочаровался в людях Творите свои подлости, убийства и предательства Это неправда Правда В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи Живите так и дальше Но солнце Солнце Еле слышно прошептал робот Я расскажу тебе, как остановить взрыв У вас 10 секунд Прямо по главному коридору 43-й направо, 17-й наверх Увидишь генераторную комнату Пульт Переданчик Обрежь провод Только помни Помни, что провод И светодиоды в глазах старого робота Медленно погасли Хо бежал по коридорам, чтобы лысил Его ноги двигались, как лопасти вентилятора Его руки раздвигали упругий воздух И даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы Халявы и Тиберии неслись за ним, но отставали Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия На орбите висела капсула с антиплазмой Еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд последует сигнал старта Поворот 6 секунд Поворот 5 секунд 4 3 Развилка Главная генераторная комната Д3, С6, СЕ, Д1, СД, С0, Д5 Надпись на двери Брут бьет плечом в зеркальную дверь Тщетно 2 секунды В мозгу всплывают слова старого РТ-11С-Й Дверь тот же робот Мы сделаны из одного железа Поговори с ней, и любая дверь откроется ЦАДБД-8 Кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону Очертания пультов Теплый свет генератора Желтая марева передатчика Одна секунда За спиной Хо появляются запахавшиеся халявы и Тиберии Но ему не до них Он смотрит третьим глазом в паутину разогретых проводов Но не видит, где же он Сигнальный провод Полсекунды Ноль И вот в глубине пульта разогревается обмотка реле от включившегося тока Магнитное поле тянет сердечник Приходят в движение контакты Реле включает старт Теперь становится понятно, какой провод идет к генератору Контакты падают один на другой Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед Но Хо молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия И ловким взмахом руки перерезает один из двух проводков Старый ИДД Кудэ учил меня резкости движений А старый РТ-11С Йод учил мудрости Произнес Хо, повернувшись к друзьям Следует семь раз отмерить провод Два раза отрезать Отдельно каждую живу Иначе коротнет и клешню расплавит Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил РТ-11С Йод И тщательно обмотал концы проводов И был совершенно прав Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец Именно об этом не успел сказать Звездный Межпланетный бот приближался к Земле На космодроме царил праздник Вакуумные колонки транслировали гимн на весь космос Мотив, впрочем, был тот же самый Пускай у роботов мысли быстрее Пускай бушует в транзисторах ток Но для вселенной, как прежде, милее Один лишь теплый мыслящий белок Их встречал адмирал в окружении военного оркестра Он крепко пожал руку халяве Тепло похлопал по плечу Тиберия И горячо обнял Брута Молодец, сказал он Он так ловко обманул негодяя, поддержал Тиберий Так вовремя задушил Он лучший, поддержала халява Наш Хо, Хома, Хомочка Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку Не так было, заметил Брут Не скромничай, засмеялся адмирал Мы все видели На твоем подвиге уже снимают сериалы, майор Брут Вот что значит настоящий человек И оркестр заиграл с новой силой Пускай блестят электронные платы Пускай компьютер идет в каждый дом Семь миллиардов бесхвостых приматов Задавят роботов массой и умом Это был рассказ Леонида Каганова Курсанты спасают солнце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА